Это произошло в 1234 году. Уже два дня 90-летний Папа Григорий IX не мог спать. С тех пор, как Конрад фон Марбург принес ему жуткие новости. Конрад рассказал о том, как сатанисты заполонили Священно-Римскую империю и как они использовали черных кошек, чтобы распространять дьявольские проклятия среди людей. Решив, что нужно действовать, Папа издал Булу, Вокс и Нрама. В этом документе он, среди прочего, наложил проклятия на черных кошек. Считая их инструментом дьявольских ритуалов, христиане незамедлительно взялись за уничтожение этих животных, уверенные, что за каждую убитую кошку они получат благословение. Прошло несколько десятков лет, и численность кошек в Западной Европе значительно сократилась. Так что к 1336 году, когда корабли, прибывшие с Востока, принесли крыс, зараженных блохами, переносившими черную смерть, кошек, которые могли бы уничтожить крыс, стало слишком мало. В итоге Папская Була, возможно, стала одной из причин эпидемии чумы, которая унесла жизни от 100 до 200 миллионов человек. Чтобы понять, насколько правдивы были слова Конрада фон Марбурга, стоит взглянуть на его биографию. Он был яростным сторонником Инквизиции и активным участником крестовых походов против альбегойцев. В течение века даже один слух, исходящий от святой церковной власти, считался бесспорной истиной. Средние века прошли, но сила слухов не ослабла, особенно когда не касается чего-то священного. Во время моих духовных поисков я слышал от некоторых священнослужителей ужасные вещи. Например, что в некоторых нетрадиционных христианских общинах крест закапывают под порог церкви, чтобы люди, входя, наступали на него, что на их службах они гасят свет, что они отрекаются от Иисуса Христа, как Сына Божьего, и смеются над Богородицей. И это лишь малая часть. Однако, после двух лет исследований, я был потрясен, узнав, что все эти ужасные слухи, столь распространенные среди людей, не более чем злонамеренные фантазии. Их цель — поддерживать привязанность к традициям и разжигать ненависть среди христиан. Когда я пытался объяснить своему дедушке, как на самом деле обстоят дела, я столкнулся с непробиваемой стеной. Он честно признался, что верит в это, даже если это неправда, потому что иначе он потеряет благословение, подобное тому, что было обещано за уничтожение черной кошки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!